Олег Николаевич, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, вот прошел предсезонный турнир в Самаре, что можете сказать о нем? Здравствуйте, во-первых. Первое, что, слава тебе Господи, мы начали играть. Пять с лишним месяцев мы находились вне игры, поскольку чемпионат для нас закончился очень рано. И этот турнир, мы, честно говоря, опасались, поскольку сами понимаете, какая ситуация сейчас в стране и в мире по поводу коронавируса. Ну, слава Богу, все опасения позади, мы уехали в Самару, сыграли турнир. Ну, что я могу сказать про этот турнир? Турнир очень полезен, очень полезен, потому что посмотреть в деле тех, кто у нас остался, в деле посмотреть молодых игроков и два легионера, которые успели приехать на данный момент. Это Хера Линскенс и Адаора Илану. Ну, сразу хочу сказать, что легионеры вписались в команду практически с листа. Игроки основной команды показали достаточно хороший баскетбол. Молодежь тоже пока за ними тянется, но им на самом деле есть над чем работать. Поэтому и поражение первой игры от Енисея, скорее всего, это следствие того, что главный тренер использовал практически всю скамейку запасных для того, чтобы посмотреть в деле всех, кто на что способен. А вторая и третья игры уже были более такие, с меньшей ротацией и, соответственно, с более положительным результатом. В предварительном этапе Кубка России вы вышли в 1-4 со второго места. Это было ожидаемо или... Ну, в какой-то степени, возможно, и ожидаемо. Потому что те, кто внимательно следит за баскетболом, понимает, что в регламенте Кубка России играют только российские игроки. В связи с тем, что команду покинуло с прошлого сезона 4 игрока, получили взамен одного. То есть ушла Тихоненко, Лугунова, Шилова и Новикова, пришла Тахташ. Конечно, количество русских игроков уменьшилось, российских игроков уменьшилось. Мы добрали игроков из молодежной команды, для которых это неоценимая школа. То есть попробовать себя на таком уровне, может быть, не в игре с Пензой, а в игре и с Казани, в частности, с Ростовом. К сожалению, получила повреждения, да, и намок, и так без того, не сильно широкая ротация была. Мы остались практически четырьмя игроками основного состава. Остальное, остальные игроки, игроки Надежды 2. Тем не менее, я хочу сказать, что мы, в общем-то, Ростову проиграли 3 очка. Это не то, чтобы не по игре. Скажем так, за счет того, что у Ростова очень широкая ротация, и этим составом Ростов играет очень добро. Поэтому здесь могло быть все по-другому. Там недопустимый ряд детских ошибок. Мы в эту игру выиграли. Хотя, в любом случае, выиграли или проиграли, мы все равно по четвертому играли с Ростовом. Так распорядился жребий. Неважно, с какого места мы бы выходили. С первого стола. Поэтому, я опять же хочу сказать, вот эти три игры в Пензе, они были очень полезны. Потому что еще раз показали, что игроки основного состава на сегодняшний день готовы к чемпионату России. Поэтому, вот эти три игры в Самаре и три игры в Пензе, они принесли, я считаю, очень большую пользу для команды. И результат, в принципе, задача минимума была выполнена. Мы вышли в четверть финала. А в четверть финале Дарья тоже не будет? К сожалению, еще неделю нужно на восстановление. Но, как говорится, беда не приходит одна. У нас еще проблема с лидером Надежды 2, Таней Казаковой, которая приболела. Я, в принципе, не уверен, что она сможет принять участие в этой игре. Но, тем не менее, у нас игроки есть. И это не значит, что мы в Ростове приехали, взяли, ручки опустили. Нет, конечно, мы будем бороться. Играть у нас достаточно опытных игроков, которые, в общем, показывают себя с самой хорошей стороны. Вот так вот получается. Пересвет – это новая как раз-таки команда Премьер-лиги. Может, еще раз скажется о тех новичках или вообще о соперниках Премьер-лиги? Ну, расскажи, конечно, о соперниках. Пересвет, ну, она называлась Ростов-Дон. Они очень долго шли к этому. Они пять сезонов подряд выигрывали Суперлигу-1. У них подобран, я считаю, такой достаточно крепкий состав. И этим составом они играют, в общем-то, давно. Поэтому у них пока не пробуют. Новичок еще из Самара, да. Но, кстати, вот этот клуб, я думаю, что если не в этом сезоне, то в следующем сезоне с этим клубом придется очень сильно считаться. Поскольку уже сейчас они укомплектовались достаточно добротно. Они взяли хороших, молодых русских игроков и плюс три легионера. И задачи, как я понимаю, мы были в Самаре, разговаривали с руководством, задачи очень амбициозные. Поэтому с ними придется считаться уже сейчас. Это вот два новичка, которые выходят в премьер-лигу. Ну, и команда, которая в прошлом году была загадкой, это не Касаптывкар, а в этом году в полной красе, скажем так. Подписали лидеров сборной России. Подписали четырех очень хороших легионеров, имеют очень хорошие ресурсы. Их полностью содержит Луза Лес во главе с президентом клуба Русланом Семенюком. Поэтому эта команда в этом сезоне будет одним из конкурентов, скажем так, за самые высокие места. Ну, не надо сбрасывать за счетов МВА, которые очень давно играют очень хорошими русскими игроками. Ну, и, конечно, МГНК и Курск. Да и все остальные команды укомплектовались, минимум три легионера имеют каждая, за исключением Ногинска и Скалоростова. Но МВА у них отдельная философия, они собрали очень хороший русский состав, поэтому они в составы играют. Так что чемпионат будет очень интересный, очень тяжелый, очень интересный. То есть задачи у нас какие есть? Задачи у нас победы в каждом матче. Мы никогда не говорим о том, что наша задача выиграть чемпионат. Мы так не говорим. Мы говорим, чем больше игр мы выиграем, тем выше мы поднимемся в турнирной таблице. И то, что касается того, что произошло в последней игре плей-офф прошлого сезона, я скорее считаю это несчастный случай. Нам просто не хватило людей и поражение в одно очко. Но, к сожалению, отбросил у нас за пределы четверки. В этом году мы будем бороться. Я считаю, что состав, пусть он не сильно, не сильно большая скамейка, не сильно длинная, но состав добротный. Хорошие легионеры, хорошие русские игроки. Ну и два молодых игрока, на которых мы надеемся. Это Ила Фастова, это Кира Первиц. Ну, возможно, тут еще из молодежной команды покажет себя, может быть, Таня Казакова, может быть, Алсу Рахимова, может быть, Валерия Петрова. То есть здесь сейчас мы рассматриваем молодежную команду как та необходимая команда, где мы можем черпать резервы. Может быть, они, конечно, на сегодняшний день не такие сильные игроки, но тем не менее они растут. И я очень рад, что наша молодежная команда выполняет ту функцию, которую она обязана выполнять. Не только завоевывать медали в Суперлиге, да, два, но и быть помощником основной команды. Это очень хорошо, это очень много для нас. Та система, которая выстроена в клубе, она работает. И более того, молодежная команда сейчас подпитывается игроками детско-емерской баскетбольной лиги, и нашими Оренбургскими девчонками уже, скажем, пять игроков пришло бы в одежку. То есть я считаю, что это работает, это работает. Расскажите немножко про Еврокубок, наши соперники и какие у нас шансы, задачи в Еврокубке. Так, шансы у нас нормальные. Поэтому задачи в Еврокубке, как обычно. Бороться, играть, выходить, мы, я думаю, что как только мы соберем полностью состав, к сожалению, у нас еще не полностью, я еще в двух словах немножко перескочу, но на сегодняшний день в расположении клуба находится только Кэролинскинс, Адаора Илону улетела на Кубок Африки, она прилетит 29 сентября сюда, 10 с копейкой, самолет уже взятый, она заканчивала 26-го в Камероне играть, и она, соответственно, прилетает сюда. Играет за сборной Нигерии, она играла на Олимпийских играх. Маркеша Гэтланд прилетает 1 октября в расположении команды. Единственная проблема – это Натиша Хрейдман. Она играет в коннексте, в коннексте тут очень хорошо выступает женской американской лиге, и поэтому ее приезд ожидается, скорее всего, где-то в 20-х числах октября. Поэтому в полном составе мы, скорее всего, соберемся где-то после 20-го октября. Но это не значит, что те игры, которые мы будем играть до этого, они будут проходными. У нас достаточно игроков, то есть достаточно будет тех людей, кто подъедет. Что касается по составу. А что касается Еврокубки, соперников, которые нас ожидает, это «Сорвен Звезда», молодая команда. Ну, сербский баскетбол, он всегда интересен, вы знаете, как выступает сборная Сербии. Олимпиакос Греции, еще недавно эта команда играла в Евровидии, так же, как и мы. Ну, и тут победитель пары «Быдгаш Кольша» и греческий клуб, названием которого я, в принципе, не выговорил. Какой-то для меня такой. Я даже не знаю дата-название, потому что клуб новый. Они играют в квалификацию, и как они сыграют после 30-го сентября, станет ясно, с кем мы будем играть. Поэтому я думаю, что выход из группы обязательно, даже не обсуждается. А дальше по рейтингу, дальше как пойдет. Скажем так, у нас всякое разное было. Мы и не с первой позиции выходили, и потом выигрывали. Посмотрим. Нам главное сейчас собрать полный состав и двигаться дальше. И расскажите про, когда у нас будет первая домашняя игра. Значит, первая домашняя игра будет 17 октября. Играем. Это будет воскресенье. Играем с Никой. Единственное, что начало игры уже сейчас могу сказать, будет 18.00. Не в 17.00. Это единственная игра, которая по выходным дням играется в 6 часов вечера. Это по просьбе Сыктывкара. Они прилетают чартером, они просят нас сдвинуть игру на час. Ну, что сделаешь, пойдем на встречу команде гостей. Поэтому играем в 6 часов. Поэтому мы ждем. Единственное, опять же, мы ждем. Получается, Роспотребнадзор говорит о том, что мы сейчас максимум, что можно сделать, это запустить 600 человек. Думаю, сегодня уже будет объявление о том, что поступят в продажу абонементов. Их будет 100 на сегодняшний день. Потому что больше пока мы продать не можем. Поэтому, если кто-то очень хочет попадать на все наши игры, я думаю, что надо прийти и купить. Ну, я думаю, сегодня все это будет объявлено. Где, когда и как. Пока на сегодняшний день вот такая ситуация. Как ситуация будет развиваться, никто не знает. Поэтому отталкиваемся от того, что есть на сегодняшний день. Но, в любом случае, мы соскучились по нашим болельщикам. Я думаю, болельщики соскучились по нам. И они увидят новых игроков, вспомнят тех людей, которые играли у нас. У нас русские игроки, российские игроки остались. Все те, которые были в прошлом году. Это Лиза Комаровова, Наташа Жидик, Даша Намок, Вика Медведева, Света Токташ. Вот они, пять человек есть, плюс четыре игрока, плюс два молодых игрока. Вот наш состав на новый сезон. Еще раз хочу сказать, что состав достаточно крепкий, плотный. Мы будем дараться. Это я могу заверить однозначно. Так что приходите, ждем. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.